Сегодня мы будем измерять коэффициент полезного действия электрического нагревателя. При протекании электрического тока через нагреватель, вот он показан на схеме, в нем выделяется тепло за счет работы электрического тока. Но не все количество теплоты, которое выделяется нагревателем, достается нагреваемому телу. В нашем случае это будет вода в калориметре. Часть теряется на то, чтобы нагреть стакан, в который налита вода. Часть отводится в окружающую среду. И вот отношение количества теплоты, полученного водой, то есть нагреваемым телом, к количеству теплоты, которая выделилась в нагревателе, то есть к работе электрического тока, и будет представлять собой коэффициент полезного действия нагревателя. Это дробь, в числителе которой стоит количество теплоты, полученное водой, то есть произведение удельной теплоемкости воды, массы воды и изменение температуры воды в ходе нагревания, к работе электрического тока, который стоит в знаменателе и вычисляется по формуле произведение силы тока через нагревательный элемент на напряжение на нагревательном элементе на время проведения нагревания, на время протекания тока. Для того, чтобы измерить коэффициент полезного действия нагревателя, нам будут нужны следующие приборы. Прежде всего, калориметр, в котором мы будем нагревать воду. Давайте познакомимся подробнее с его строением. Калориметр состоит из двух стаканов. Внешний стакан алюминиевый и внутренний стакан, тоже алюминий. Стакан накрыт крышкой. В крышке устроена мешалка. Кроме того, здесь имеется вот такое кольцо и теплоизолирующая вставка. Она сделана из пенопласта. В крышке калориметра есть два отверстия. Одно для того, чтобы вставлять сюда термометр. И второе для того, чтобы вставлять сюда нагревательный элемент, через который мы будем пропускать электрический ток. Давайте познакомимся ближе с термометром. Обратите внимание на цену деления термометра. Она нам понадобится, когда мы будем рассчитывать точность наших измерений. Нагревательный элемент представляет собой нехромовую проволоку, снабженную контактами. Кроме того, у нас имеется мензурка, точнее мерный цилиндр. Обратите внимание на точность, с которой мерный цилиндр позволяет измерять объем. Она указана непосредственно на самом приборе. А как вы помните, точность измерения, прямого измерения в нашем случае, представляет собой погрешность измерения, представляет собой сумму погрешности прибора, вот она, плюс погрешность отсчета, а она связана с ценой деления. Посмотрите, какая цена деления у этого мерного цилиндра. Далее, силу тока мы будем измерять амперметром, а напряжение вольтметром. Вот вольтметр. Обратите внимание на то, что этот прибор многопредельный. У него три предела измерения. Три вольта, шесть вольт и двенадцать вольт. Мы будем пользоваться шестивольтовой шкалой, то есть вольтметр нужно будет подключить между вот этой общей клеммой и клеммой, на которой написано шесть вольт. Ну а шкала, которой мы будем пользоваться, вот она, средняя шкала. Для того, чтобы вы могли рассчитать погрешность измерений, вам нужно знать класс точности вольтметра. Он непосредственно указан на шкале прибора. Наконец, в нашем распоряжении также амперметр. Это тоже многопредельный амперметр. У него три предела измерения. 0,3 ампера, 1 ампер и 3 ампера. Мы будем пользоваться самым верхним пределом, трехамперным. Значит, амперметр будем подключать между вот этой клеммой и вот этой клеммой. Какая шкала нам понадобится? Та, которая заканчивается на тройку. Вот эта верхняя шкала. И класс точности амперметра. Он тоже показан на шкале. Вот он. Всю систему мы будем питать от вот этого источника. Источник постоянного напряжения. Кроме того, в нашем распоряжении измерительные провода. И еще время мы будем измерять с помощью секундомера. Секундомер установлен на штативе для того, чтобы можно было измерять, вот он, чтобы можно было одновременно показывать в кадре и шкалу секундомера, и шкалу термометра. Результаты наших измерений мы будем заносить вот в эту таблицу. Здесь у нас есть масса воды в колориметре, напряжение на нагревательном элементе, ток через нагревательный элемент, начальная температура воды, конечная температура воды и время протекания электрического тока. Вы уже видели шкалу термометра, и поэтому можете сказать, какова точность измерения температуры. Вы уже видели мензурку, мерный цилиндр, и уже можете сказать, с какой точностью мы будем измерять объем, а значит и массу. Зная плотность, вот она, и зная объем, который мы налили в колориметр, объем воды, мы можем сказать, с какой точностью мы можем измерить массу. И, наконец, класс точности приборов вы тоже уже могли увидеть на шкале. Сейчас нам нужно собрать измерительную цепь в соответствии с вот этой схемой, но перед этим давайте заполним внутренний стакан калориметра водой, потому что при испытании электрической цепи мы не можем включить нагревательный элемент, если он находится не в воде, он может просто перегореть. Поэтому наполняем внутренний стакан калориметра водой, наливаем приблизительно три четверти объема, хотя в инструкции написано 100 мл, но оказывается 100 мл это недостаточно. Теперь вкладываем сюда нагревательный элемент, вставляем термометр. Начнем с того, что соединим нагревательный элемент с вольтметром. Вольтметр подключаем параллельно к нагревательному элементу. Пусть черная клемма будет присоединена к отрицательному выводу вольтметра, красная к положительному полюсу. Я уже говорил, что мы будем пользоваться 6-ти вольтовой шкалой. Теперь поступаем следующим образом. Вот источник тока, вот его выводы, постоянный ток, красный это плюс. Берем амперметр и положительный полюс амперметра, мы будем пользоваться 3-амперным диапазоном измерения, соединяем с положительным выводом, с положительным полюсом источника тока. Далее, отрицательный полюс, общий минус, присоединяем к положительному полюсу нагревательного элемента, потому что он соединен с положительным полюсом вольтметра. Таким образом, положительный полюс вольтметра будет присоединен через амперметр к положительному полюсу источника тока. И, наконец, отрицательный полюс нагревательного элемента соединяем с отрицательным полюсом вольтметра. Вот так. Ненадолго включаем прибор. Обе стрелки отклоняются в нужную сторону. Следовательно, мы не ошиблись в полярности подключения измерительных приборов. Теперь рядом с термометром располагаем шкалу секундомера. Убеждаемся, что стрелки обоих измерительных приборов стоят на нуле. И подаем на нагревательный элемент напряжение 4 вольта. Сразу посмотрим, какая сила тока в нагревательном элементе. И выключаем. Долго греть нельзя, потому что вода начнет изменять свою температуру. Мы установили камеру так, чтобы можно было одновременно наблюдать и за показаниями термометра, и за шкалой секундомера. Записываем начальное значение температуры. Начальное значение температуры. Мы уже знаем напряжение. Мы договорились, что оно будет равно 4 вольтам. И измерили силу тока через нагревательный элемент. Массу мы пока не знаем. Мы потом измерим объем жидкости в калориметре. И по нему определим массу. Теперь нам нужно одновременно включить электрическую цепь и секундомер. Раз, два, три. Время пошло. Незадолго до того, как мы будем выключать ток, протекающий через нагреватель, давайте размешаем воду в калориметре, для того, чтобы она однородно была прогрета. Секундомер и источник тока выключаем одновременно. Еще раз размешиваем в калориметре воду. И смотрим, какова температура воды. Записываем полученные результаты. Нам известна вот эта величина и вот эта. Теперь нужно определить массу воды в калориметре. Разбираем систему. Вынимаем стакан. И выливаем воду в мерный цилиндр. Воды здесь оказалось больше, чем 100 миллилитров, поэтому нам придется провести два измерения. Вот объем первой порции воды. Считываем, записываем где-то на черновик. Заполняем мерный цилиндр остатками воды. И измеряем ее объем. Складываем первый объем со вторым. Узнаем таким образом объем жидкости в калориметре. И, зная этот объем, рассчитываем, умножив объем на плотность, массу воды. Эта величина нам тоже известна. Если прочитать инструкцию, то здесь можно найти только одну таблицу. Для чего же я нарисовал, заготовил вторую таблицу. А дело в том, что эта работа, это не столько работа по измерению коэффициента полезного действия нагревателя, на самом деле, сколько работа по определению качества этого калориметра. Насколько хорошо он отделяет содержимое свое от окружающей среды, в смысле теплообмена. И вот давайте сейчас повторим наше измерение в качестве дополнительного задания без калориметра, оставив только внутренний сосуд. Наливаем сюда воду. И помещаем нагревательный элемент в стакан калориметра. Режим работы нагревательного элемента оставляем таким же точно. Можем сразу записать значение силы тока и напряжения. Начальную температуру мы сейчас измерим. И повторяем наш эксперимент без теплоизоляции. Раз, два, три. Размешаем воду в калориметре. Раз, два, три. Записываем время протекания тока и температуру, которую показывает термометр, температуру воды в калориметре. Точнее, в стакане калориметра без теплоизоляции. Начальную температуру вы видели в начале, так что она нам тоже известна. Конечная температура известна. Время протекания тока тоже известно. Когда вы будете сравнивать результаты измерений при наличии теплоизоляции и при ее отсутствии, наверное, будет представлять еще интерес и какая температура воздуха в комнате сейчас. Давайте посмотрим. Осталось измерить объем воды в стакане калориметра. Вот объем первой порции. Теперь мы знаем массу воды во втором эксперименте. Итак, в первом случае теплоизоляция есть. А здесь теплоизоляции нет. Обрабатываем результаты, делаем выводы. На сегодня все.